С визитом в Орел полпред прибыл накануне 5 августа. И неудивительно, что буквально сразу после приземления он почтил память погибших солдат. В это время в Орловском аграрном университете высокого гостя уже ждали аспиранты, кандидаты и доктора наук, работающие в вузах Орла. Молодым ученым было, что спросить у представителя президента по ЦФО. Не обошлось без разговоров о наболевшем. Палпред был откровенен. О такой целевой программе речи пока не идет. Но правительство страны намерено бороться с первой причиной высоких цен. Причем не только на жилье. С инфляцией. Чем больше начинается жилье, тем более доступны кредиты. Поговорить с будущими светилами науки обстоятельно у Палпреда не получилось. Слишком насыщенной была программа визита. Следующей точкой стала больница Семашко. Александр Беглов прошелся по палатам нового хирургического комплекса и отметил, что в таких условиях больные быстро пойдут на поправку. Самой теплой стала встреча Палпреда с представителями ветеранских организаций Орловщины. Участники боевых действий поделились с высоким гостем своими маленькими радостями. Здесь же на встрече ветераны услышали еще одну приятную новость. С осени этого года повысится зарплата соцработников. Социальный работник получает не менее 4 тысяч рублей. Мы сейчас, во-первых, внесли изменения в бюджет вчера и выделили, по-моему, 80 миллионов только для того, чтобы поднять заработную плату социальным службам. Есть надежда, что число соцработников вырастет, а значит помощь придет каждому нуждающемуся. В плотном графике гостя нашлось немного времени и для общения с журналистами. Чем порадовал Орел? Так звучал главный вопрос представителей СМИ. Порадовала молодежь. Хотят работать, хотят хорошо учиться, хотят наукой заниматься. Это очень важно. Программа визита высокого гостя завершилась личной беседой с губернатором. В Орле Александр Беглов провел порядка 8 часов. Ровно в 4 он отбыл вертолетом в Москву.